Сейчас я хочу вам представить первую книгу Юлии Яковлевой из серии «Ленинградские сказки. Дети Ворона». Вышла книга Юлии Яковлевой. Это первая книга. Следом идут другие книги. У нас пока в библиотеке только три. Вышла книга «Москва. Самокат» в издательстве «Самокат». Юлия Яковлева родилась в Санкт-Петербурге, но сейчас она проживает в Осло и писательница, пишет на норвежском и русском языках. Помимо того, что она пишет книги детективные, сейчас она написала книги для подростков, она также является искусствоведом, она является театральным продюсером и также она историк балета. Итак, книги из цикла «Ленинградские сказки». Надо сказать, что эти книги написаны о периоде предвоенном и военном времени, которые происходили в городе Ленинград. Жила семья в Ленинграде. Шурка, его сестра Таня и маленький Бобка. Жила семья очень дружно, друг друга любили. Но вот однажды папу, маму и маленького Бобку забрал черный ворон. Что же случилось? Они не могут понять, кто это черный ворон. И почему так произошло, что вокруг мир просто вмиг рухнет. Соседи, которые жили, они жили в коммунальной квартире, жили в соседней комнате, вдруг выгоняют ребят, Шурку и Таню, с их комнаты и закрывают перед ним практически их комнату, там, где они жили всей семьей. А дворник, который тоже хорошо к ним относился, вдруг метлой, чуть ли не метлой, их прогоняет. И так же, ворча на ребят, выгоняет со двора. Лишь старенькая старушка, с которой никто не хотел общаться, никогда не общался, дает ребятам кошелек со старублями, который передала мама. И передала от мамы такие слова, что, пожалуйста, ребята, идите ищите свою тетушку Веру. Ну что делать? Они не хотят к тете Вере. Они хотят, чтобы у них была семья. Ведь если они уйдут к тете, все рухнет, они чувствуют, что рухнет то, что было для них главным. Это мама, папа, маленький Бобка, ну никуда не денешься, надо идти. А вдруг они найдут родителей, найдут маленького Бобку, находят они тетушку, находят они Бобку. И так они живут вместе с тетушкой. До того времени, как началась война, Великая Отечественная война. До того, как началась блокада Ленинграда. И вот первая книга, именно Дети Ворона, о том событии, когда все только начиналось. Вторая книжечка, это книга о блокаде Ленинграда. И третья книга, когда ребята уже в эвакуации, где-то далеко от Ленинграда, в каком-то из городов Урала. Надо сказать, что книги очень увлекательно читать, конечно, и я бы хотела, чтобы обязательно прочитали ее. Но кому это будет, конечно, сложно, потому что, чтобы прочитать ее, надо знать историю. Пожалуйста, обязательно приходите к нам в библиотеку, берите книжки, почитайте. Продолжение следует...